Музыка Музыка Мир вам, драгоценные! Вот эта вся неделя у нас идет пасхальная, праздничная неделя. А с 5 апреля, когда совершилась Пасха, и до 12 апреля, когда она еще придет туда, в страны бывшего Советского Союза, мы радуемся и мы говорим «Христос воскрес!». Это такое благословение. И для меня двойная радость сегодня вести прямой эфир, потому что ко мне приехала моя жена! Вот она там. Привет! Так здорово быть с тобой! Христос воскрес! Поистину воскрес! Дорогие друзья, слава Господу, что Он воскрес! И мы воскресли вместе с Ним! Слава Ему! Хорошо быть воскрешен, правда? И сегодня мы будем говорить на эту тему, и в эти дни будем вспоминать и больше и больше погружаться в Его любовь, погружаться в Его славу, в Его благодать, в Его присутствие, потому что через Его воскресенье нам дарована новая жизнь, другая жизнь. Во Христе Иисусе мы новое творение, старое все прошло, теперь все новое. Приветствуем всех людей, кто сейчас нас смотрит через спутник СНЛ. Я Максим Максимов, а это... И Лариса Максимова. Мы любим вас, благословляем. Это прямой эфир. Благословляем вас, дорогие телевизорители. Сегодня у нас какое число? 8 апреля, у вас вечер, у нас утро еще пока. Но мы говорим благословение. Пускай дождь благословений зальется на вас в полной мере. Кстати, сегодня ночью здесь пролился короткометражный, или как это... Коротковременный. Коротковременный дождь. Просто он ливанул и тут же прошел. И просто хорошо, когда на землю иссохшую приходит дождь. Дождь благословений. Я думаю, что Пасха Христова это как дождь на иссохшую землю без Бога. Нам нужно воскресенье, нам нужна жизнь, нам нужен Господь Иисус Христос. Господь это благословение, это ответ от Бога на все наши нужды. Самое главное, что нам дал Господь, это Он дал нам самого себя. И для нас это большая радость. Это осознавать и познавать это день за днем. И строить с Ним личное, индивидуальное общение. Мы строим отношения с Богом день за днем. И вы знаете, каждый день в прямом эфире здесь, на Доме Веры. Кстати, некоторые из вас зашли на сайт Дом Веры и смотрят через Дом Веры. Не только сейчас спутника. Поэтому я хочу сказать вам, вы молодцы, умные ребята. Это, если возможно, вы видите на экран Дом Веры. Вот здесь написано, присоединяйтесь к Дому Веры. Это наша интернет-община. Очень такая дружная уже команда сбилась, сформировалась. Вот сайт домверы.ру. Пройдите туда и вы сможете комментировать и писать комментарии. Хочу бы приветствовать особенным образом наших домоверовцев. Как они друг друга уже называют. Приветствую вас, домоверовцы. Я сейчас открываю здесь список всех-всех-всех, кто пишет. И вот я вижу Роза из Италии и Лилия приветствуют нас. Евгений из Кишинева приветствует. Говорит Максим, Лариса и все домоверовцы приветствую. Лариса из Кирова. У нас что-то на Ларисы идет хорошо. Дженета из Лондона. Шалом, дорогая. Анатолий из Алматы. Христос воскрес. Мир вам, дорогие братья и сестры. Рад видеть Ларису с Максимом. Слава Господу. Георгий из Нальчика. Мир вам всем, драгоценным братьям и сестрам. Со светлой Пасхой Христовой. Аминь. Антон из Розы из Германии. Говорят, Христос воскрес. Я подтверждаю, воистину воскрес. Юлия из Санкт-Петербурга. Слава Иисусу. Дмитрий из Воронежа. Я просто посмотрю, кто пишет из разных. Артем с Житомира. Яна с Москвы. Она попросила помолиться за нее. Я молюсь за тебя, Яна. Во имя Иисуса Христа. Пускай Господь укрепит твое здоровье. И даст тебе полное восстановление. Во имя Иисуса Христа. Прими исцеляющую силу. Благословляю тебя. Аминь. Аминь. Всех приветствую. Дмитро из Ровно Украины. Витаю. Витаю Тоби. Шановний. Нехай Господь благословит Тоби. Твою дружину. Детыну. Татьяна из Григорьевска. Приветствует нас. Юля Собакана. В общем, смотрите, список. Ты видишь, Лариса, что здесь происходит? Да, да, я вижу. Список такой. Огромный идет список. Мы просто смотрим. Пусть Бог благословит вас. Хелен из Киева. Лариса. Ой, Лара из Греции. Слушай, нам на Ларис везет, а? Да. Это же надо такое. Да, слава Господу. Красивое очень имя. Господь дал нам красивые имена. Слава Богу. Аминь. За его благодать и милость. Ну что ж, дорогие. Ты знаешь, вот ты сейчас читал, а я вспомнила местописание, где в книге «Откровение» написано. Я сейчас, может, так быстро не найду. Ну, потрясающие слова, которые Господь сказал. Из всех племен, из всех колен, из всех народов и языков он образовал себе новый народ. Неважно, из какого ты народа, из какого сословия, из какого колена, из какой нации, какого цвета кожи, абсолютно не имеет значения. Это наши временные, земные роли, которые просто поместили. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть, из всех племен, колен и народов, языков стояло перед престолом и Агнесом. Слушай, я просто вот так открыл Библию, сразу же открылась на этом месте. Я подумал, неужели так бывает? И сказал я вот так, раз, открыл Библию, и просто, смотри, первое, куда упало мой взгляд. Перед Агнзом в белых одеждах, с пальмой и ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом. Это Откровение, 7 глава, 9-10 стих. И восклицали громким голосом, говорят, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица, и поклонились Богу, говоря Аминь, благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Вау, представляете, какая мощь, какое восклицание на земле, пред престолом Божьим. Народы собрались, массы, массы людей, каждый из которых известен Богу, твоя жизнь известна Ему, Он думает о тебе, Он мечтает о тебе, Он знает тебя. Он недалеко. И все народы, представшие пред Ним, прославляют и восклицают Его за Его жертву, за Его победу, за Его искупление, освобождение, за то, что Он дал нам вечность. Слава, слава, слава нашему Господу, нашему Агнцу. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их, и водить их на живые источники воды, и отрёт всякую слезу сочей их. Аминь. Как прекрасно читать эти слова, как прекрасно осознавать себя в этой ситуации. Вы планируете там оказаться или нет, а? Мы уже сейчас в народе Божьем, представляете, мы уже сейчас названы Его детьми, мы уже сейчас из разных племен, колен, языков, сословий, народностей, мы уже в нем, мы уже в нем новое творение, мы уже Его семья. И Он назвал нас своими братьями и сёстрами. И Иисус первенец, Иисус наш первородный брат, и Он назвал нас своими братьями и сёстрами. И вместе с Иисусом наш Небесный Отец даровал нам все обетования неба, даровал нам все благословения, даровал свою любовь, мир, покой, радость. Ради этого пришел Иисус, чтобы вернуть нас в присутствие Божьего, Бога, присутствие Отца, вернуть нас в Его славу, чтобы наши жизни были наполнены Богом, чтобы мы не остались сами по себе сиротами, бесприглядными какими-то, забытыми. Нет, мы не забыты, ты не забыт, дорогой человек, ты ценен в глазах Бога, как бы ты на себя не смотрел, Бог на тебя смотрит по-другому. Он смотрит на тебя, как на свое дитя, как на свое драгоценное сына, дочь. Слава, слава, слава нашему Господу. Дорогие мои, приветствуем вас и говорим, что все было совершенно, когда Бог сотворил. И Он посмотрел и сказал, весьма хорошо, но там в Едемском саду был ты, всю малину нам испортил. В Едемском саду был Адам и Ева, это был ты, я, это мы были в них. Я не думаю, что ты бы повел себя по-другому. Кто-то сказал, если бы я был Адамом, я бы никогда бы не стал есть, пускай это Ева ест. Но нет, съели они. А ты зачем сейчас нас показал вдвоем? Наверное, что Адам с Евой, да? Я, кстати, вспомнила такой случай. Просто пример. Представьте, что вы находитесь в комнате, в которой много открытых дверей, и одна комната запертая, и написано «не входить» крупными буквами. И наверняка бы у вас возникло страшное желание войти именно в эту комнату. Вот так вот. И Адам попал в такую комнату. Я посмотрел какой-то журнал советский, вот видеожурнал «Крокодил». И там как продавали машины. Ну так интересно, стоят обычные москвичи, и все приезжают директора за машинами, и одна под чехлом стоит. Ты видела? Нет. Стоит под чехлом. Он говорит, берите все машины, кроме той, которая под накрыто, а все остальные. А все одинаковые, абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Это нельзя, а все остальные можно. И знаете, и люди стоят, там сотни машин, и вот он подходит и платит взятку, чтобы взять ту машину, которая под чехлом. И когда он уходит, следующую машину надевает на чехол. Он говорит, берите все машины, кроме ту, которая под чехлом. И все время хочется, вот что нельзя. Хорошие распродажи в тот день. Они все продали. И просто под чехлом. Когда человек хочет что-то такое, что запрещенное. Есть у нас одна песня из нашего мюзикла, которую исполняли наши ребята. Называется «Что же мы наделали?» Песня Адама и Ева. «Что же мы наделали?» Очень хорошо звучит. Поют наши ребята. Потрясающие служители из Алматы. Поэтому ты сама что думаешь про эту песню? Хорошая песня? Да, песня хорошая. Главное, что она нам напоминает, откуда мы упали. Мы должны знать свое начало. Это твоя песня. От чего нас Господь искупил. И эта песня очень хорошо раскрывает тот момент. Ну что ж, давайте посмотрим эту песню. Когда это произошло. Давайте посмотрим. Был человек от Бога отдален. За совершенный грех непослушания. И был за это Богом проклят он. И обречен на вечное изгнание. Рай, потеряв покой и небеса, Стал жить в мучении, боли и страданиях. Он выбрал отвернуться от Творца И получил за это наказание. Вкусивший плод добра и зла Со скорбью смерть к нам в жизнь пришла Все поглощая За грех наш проклята земля Закрыты навсегда врата Святого рая Что же мы наделали? Наш грех закрыл путь в небеса С небом связь утеряна Зачем мы отвернулись от Творца? Что же мы наделали? Наш грех закрыл путь в небеса С небом связь утеряна Зачем мы отвернулись от Творца? Тупая боль стучит в висках И сердце разрывает страх Клыки вонзая Безмолдный крик взлетает Кубы тверда Замирает стул Петля тугая Что же мы наделали? Наш грех закрыл путь в небеса С небом связь утеряна Зачем мы отвернулись от Творца? Что же мы наделали? Наш грех закрыл путь в небеса С небом связь утеряна Зачем мы отвернулись от Творца? Что же мы наделали? Наш грейд закрыл путь в небесах, С небом связь утеряна. Зачем мы отмянулись от дворца? Субтитры создавал DimaTorzok Потрясающий, потрясающий клип. Это просто катастрофа человечества. Что же мы наделали? Выход единственный в Иисусе Христе. Правда, дорогая? Когда мы потеряли рай, тогда там Бог запланировал выход из ада. Вообще Писание говорит, что Он до сотворения мира уже знал все. И Он есть начало и конец. Поэтому Бог знал, что сделает человек, что Он выберет это. Но нужно было дать человеку свободную волю. Некоторые думают, почему Бог тогда посадил это дерево познания добра и зла? Потому что нужно было человеку делать выбор, за кем он будет следовать. И человек выбрал. Бог предупредил. Предупредил. Знаете, Бог нас предупреждает. И Его принцип точно так же работает в наших жизнях и сегодня. Он нас предупреждает через слово свое. Ребята. Вот так будет хорошо, вот так будет плохо. Точно так же мы своих детей предупреждаем. Говорим, детки, вот это электрическая розетка. Туда не надо лезть. Здесь горячая печка. Не надо трогать духовку, когда оно на ноге. Ну, хочется. Хочется сильно. Но вот это желание. Когда ребенок обжигается. Ты почему? Это ты виноват. Кого-то хочется обвинить. Кто-то виноват. И вот часто люди обвиняют Бога в своих ошибках, в своих грехах. И они говорят, зачем вообще все это придумали концепцию греха. Жили бы мы, клубнику ели и все, никаких проблем нет. Но человек должен сделать выбор. У каждого человека есть выбор. И каждый человек должен сделать выбор. И сейчас люди продолжают делать выбор. Они слышат об Иисусе Христе, об этом бесплатном даре спасения, об этой безусловной Божьей любви, явленной нам через Иисуса Христа. Многие люди отвергают и смеются. Говорят, нет, зачем нам это? Нет, это не для нас. Продолжается звучать этот притер. Не отворачивайся, человек, от Христа. Не отворачивайся от его любви. Не отворачивайся. Да, это единственный путь спасения, который дан нам Богом. Это бесплатно для каждого человека дано даром. Не через какие-то религиозные традиции, ритуалы, обряды, а просто даром. Поверь в Иисуса Христа. Поверь, что Он умер за твои грехи, что Он тебя освободил от этих грехов. Хватит уже жить в этих грехах и постоянно в них... У меня до сих пор в ушах звучит эта песня. Что же мы наделали? Как-то она тебе понравилась. Понравилась. Мне вот другая песня нравится. Что Он совершил победу и мы в нем. Аллилуйя. Вторая сторона медали. Наверное, я грешник, а ты праведница. Нет, нет. Мы все грешники, которые отчаянно нуждаемся в Иисусе. Поэтому у нас позиция одинаковая. Мы грешники, искуплены, оправданы. Но выход есть. Давайте посмотрим следующий клип из Алма-Аты, который записали в это воскресенье. И надеюсь, что вы... Ты была там, а уже здесь. Вообще невероятно. Да. Технология. Воскресенье. А ты настоящая или это голограмма? А нет, настоящая. Это иллюзия. Это не настоящая я. Давайте посмотрим следующий клип. Такое благословение, что у нас есть такая хорошая молодежь в Алма-Аты, служители. И не только молодежь, но они трудятся, чтобы создать такие потрясающие проекты. Мы без Него блуждали в темноте, погрязнув в лжи, грехе и суете. Иисус пришел и нас освободил, благоприятный день провозгласил. Он юбилейным годом для нас стал, очистил, исцелил и оправдал. Все потому, что Бог нас возлюбил, свою любовь на этот мир излил. Обольщен грехом Этот мир Расставлены сети лжеца Злость людей велика Беззаконием нет конца Как слепы во тьме Люди метутся Не видят, куда идут Впадают в свое безрассудство А думают, что живут Но я пришел все изменить Все маски снять, грех обнажить Дать людям надежду и вечную жизнь Я пришел про вас гласить Вот и настал день спасения Время благоприятное Для слепых прозрения Блинным освобождение Возлюбил отец Возлюбил отец Этот мир Не желают, чтоб кто-то страдал Возлюбил отец Из великой любви своей Спасение людям дал Кто верит в меня А живет Выйдет из рабства греха Радости мир обретет И будет со мной всегда Ведь я пришел мир изменить Все маски снять, грех обнажить Дать людям надежду и вечную жизнь Я пришел про вас гласить Вот и настал день спасения Время благоприятное Для слепых прозрения Пленным освобождение Вот и настал день спасения Время благоприятное Для слепых прозрения Пленным освобождение Вот и настал день спасения Время благоприятное Для слепых прозрения Для слепых прозрения Пленным освобождение Вот и настал день спасения Время благоприятное Для слепых прозрения Пленным освобождение Пленным освобождение Время благоприятное Мы живем с вами в лето господнее благоприятное Знаешь, Максим, ты помнишь этот момент Когда Иисус 30 лет Он находился в тайне В тайне он был сокрыт Возрастал среди народа И наполнялся мудростью Наполнялся любовью Отца Небесного Он имел общение с Богом Небес Чтобы пропитаться любовью Чтобы наполниться этим вниманием Состраданием к людям И чтобы прийти к людям В нужный момент Когда Отец скажет Пришло твое время Когда пришло это время Он зашел в синагогу Ему дали свиток пророка Исаии Иисус был уважаемым человеком Он был молодым мужчиной В того времени 30 лет И ему дали этот свиток прочитать И когда он прочитал Открыл пророка Исаию Обратите внимание Он прочитал не все послания Из этой главы Он прочитал фрагмент И остановился на том месте Где продолжение было День мщения Он остановился до дня мщения Он сказал Наступил юбилейный год И я закрыл свиток и сел И написано Все глаза в синагоге Были устремлены на него И Иисус сказал Наступил этот день И тогда они были шокированы Как это? Потому что Когда Иисус говорил эти слова Он говорил их с властью Он говорил их с любовью Многие ждут от Бога Что он будет наказывать И проклинать И будет злиться И день мщения устроит Но Господь не хочет Сегодня устраивать День мщения для вас Господь хочет устроить День благословения для вас Да Это потрясающее время День благословения Сегодня день спасения Лето Господне Благоприятное Сезон благоприятный Слава Господу Иисусу Христу Я надеюсь что вам нравится наш эфир Мы продолжаем наш пасхальный марафон И благодарим Бога за всех людей Которые участвуют Что такое Пасха? Это жертва Христа Принесенная за нас Давайте посмотрим еще один клип Из воскресного богослужения О Голгофе И потом вернемся сюда в студию Оставайтесь с нами Это прямой эфир Приглашайте ваших друзей Сегодня у нас такая музыкальная Музыкальная Программа Программа Оставайтесь с нами Творец не отвернулся от создания Людей любовью вечной возлюбив Решил избавить их от наказания За их грехи Своею кровью заплатив Голгофа Голгофа Твое уже приходит время Голгофа Тебя уже не укротит Тот путь, что выбран Бесконечно трудный Но только он способен души искупить Распятье 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 О, как оно К тебе несправедливо Распятье 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 Искупить Ты выбрал смерть, чтоб дать нам воскресенье Ты выбрал боль, чтоб нам так не страдать Тот путь, что выбран, бесконечно трудный Но только он способен души искупить Потрясающий, потрясающий клип Трудный путь выбрал Иисус Это жертва Иисуса Христа Он согласился прийти на эту землю, потому что бесконечно любил свое творение, любил нас И он согласился прийти, чтобы все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие Искупить единократным приношением и сделать нас совершенными, отделенных для него Вы знаете, многие не понимают смысла креста И они приходят ко Христу и говорят о том, что Зачем он умер на кресте? Причина была заменить тебя Там ты должен понести наказание за грех За грех смерть И все люди должны понести наказание И Господь пришел, чтобы искупить нас от грехов Конечно же, когда мы говорим о прошлых, настоящих и будущих Это не значит, что если ты сейчас покаешься и потом можешь грешить Никак нет, потому что если ты согрешишь, ты пойдешь туда, куда ты шел Даже если после покаяния человек грешит Ты согласна с этим, дорогая? Если после покаяния человек грешит, он покаялся, а потом грешит, грешит, грешит То ему не попасть на небеса Многие кальвинисты и еретического заблуждения считают, что Если, например, человек покаялся, даже если потом грешит, он все равно в рай идет Но это не так драгоценно Если он потеряет при своих грехах связь со Христом, он идет в ад А грех это разрыв связи с Богом Если человек кается, если он возвращается к Богу и понимает, что сделала для него жертва Христа Даже если он грешит, оступается, совершает ошибки И иногда даже умышленно это идет, но потом возвращается ко Христу Он остается в этом Божьем плане спасения, в Божьей любви Поэтому храните спасение, не теряйте спасение Самое главное это не потерять связь с Иисусом Потерять спасение очень легко Потерять спасение, просто ты можешь потерять спасение? Как потерять? Да просто если невеста пойдет в деготь окунется, она уже не будет невестой, она будет грязнулькой И Иисус искупил нас своей кровью, очистил нас и через приношение себя на кресте Но это не значит, что теперь ты покаялся один раз и теперь можешь грешить Никак нет, нет Потому что мы только во Христе имеем прощение, только в нем И если мы согрешаем, то нужно возвращаться к Господу и просить милости, и Бог простит А если же мы не каемся, то тогда нет прощения Мы живем в этой милости, мы живем в его присутствии, мы живем в его благодати И знаете, если ваше сердце будет наполнено любовью к Богу, вы не захотите грешить Если ваше сердце будет понимать, что сделал для вас Иисус, именно его благодать Именно то, что мы не заслужили, именно его любовь, она откроет эту свободу и победу для нас Чтобы жить в свободе от греха, жить вообще без желания грешить Вы знаете, это реально, это работает Ну, какие-то вещи плотские, они не сразу отпадают от нас Но начинается процесс нашей жизни, процесс погружения в Иисуса Христа Через познание его, через наполнение им, через присутствие Духа Святого Вы вдруг начинаете меняться внутри И та любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым Она заполняет всю вашу душу, и она будет распространяться на ваше тело Она будет распространяться на вашу жизнь И люди, которые будут рядом с вами, они будут смотреть на вас и говорить Что это? Что это с этим человеком? Он изменился, он стал другим Это потрясающе, что сделал для нас Иисус Как это ценно, как это классно Он принес, он фактически пожертвовал собой, он принес семя Он посеял себя Он есть то семя, которое сошло с небес Если зерно, падшее в землю, не умрет, не принесет плода Сегодня мы с вами, это плод посева Иисуса Христа Он посеял свою жизнь ради нас Он отдал себя Дорогие мои Вы знаете, сегодня у нас пасхальная неделя И мы говорим о семени воскресения Я хочу сказать благодарение Богу за каждого человека Кто в течение этой недели жертвует особенную жертву для Господа И мы сеем пасхальные семена В Алма-Ате это началось в воскресенье Люди приносили пасхальные семена Это что значит? Наша жертва благодарения Когда мы приходим и говорим, Господь, благодарю Тебя Мы не покупаем спасение Когда кто-то говорит, сколько нужно заплатить, чтобы быть спасенным Ноль Даром, даром, даром Даром спасения И об этом в посланнике Ефесян написано Что не отдел, чтобы никто не хвалился Но это от благодати Мы благодатью спасены Незаслуженным даром Другими словами Мы, вот сейчас открываем Ефесянам 2 глава И написано так И нас, мертвых по преступлению Ефесян 2 глава, 5 стих С 4 стиха Ефесян 2 глава, 4 стиха Ибо Бог, богатый милостью По своей великой любви, который возлюбил нас И нас, мертвых по преступлениям нашим Оживотворил со Христом благодатью высвастены И воскресил с ним И посадил на небесах во Христе Иисусе Вы посажены на небесах во Христе Иисусе Дабы явить в грядущих веках Послушайте меня, послушайте меня, дорогие Дабы явить в грядущих веках В будущих временах Призабильное богатство благодати Богатство благодати своей Благости к нам Во Христе Иисусе Он сделал и открывает Великий поток Призабильное богатство Благодати призабильное призабильное, богатство это уже много но это призабильное богатство благодати, незаслуженных даров и к нам к тебе во Христе Иисусе, и восьмой стих ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас а дар Божий, и не от дел никакие пожертвования здесь не помогут чтобы никто не хвалился, и кто-то скажет во, ура, не нужно делать добрые дела, не нужно не нужно сеять семена, но постойте 10 стих, ибо мы его творение создано во Христе Иисусе сидеть под пальмой и жевать кокос в благодати, так? созданный во Христе Иисусе на что? бездельничать и радоваться, песенки ходить петь? ничего не делать и веселиться? нет, здесь написано на добрые дела которые Бог не попросил, а предназначил нам исполнять поэтому, когда мы сеем семена воскресенья, многие люди участвуют в этом движении семени воскресенья и вы знаете, я сейчас хочу показать свидетельство людей которые участвуют в семени воскресенья многие из вас уже приняли участие но в Алма-Ате записали такие обращения, почему мы участвовали в семени воскресенья давайте посмотрим этот небольшой ролик оставайтесь с нами, это прямой эфир я жертвую семя воскресенья, потому что я вижу в этом огромное благословение для своей жизни я семя пасхальное жертвую это то, что самое малое я могу дать Богу я жертвую пасхальное семя воскресенья в первую очередь за то, что Бог сделал в моей жизни Бог столько много чудес сделал в моей жизни я настолько сильно благодарен Ему за все, что Он делал и делает в моей жизни Он так сильно наполняет меня любовью и я благодарен Ему я приношу эту жертву с благодарным сердцем и верю, Он благословляет меня спасибо Господу я жертвую семя воскресенья на Пасху как знак благодарности моему Спасителю я жертвую семя воскресенья, потому что этим самым я хочу выразить благодарность Богу Бог благословляет меня и мне хочется быть благословением для других людей и тем самым я жертвую семя воскресенья я жертвую семя воскресенья потому что люблю своего Господа потому что благодарен за то, что Он сделал для меня 2000 лет тому назад и это жертва как выражение веры, любви, благодарности Ему И, конечно, верую в то, что Бог благословляет, восполняет наши нужды. Я жертвую семя воскресения, потому что я верю в воздущего Бога. Я жертвую, потому что я сею в Его Царство, чтобы оно распространилось по всей земле. Я сею семя воскресения, потому что Господь избрал меня. Он посеял в меня всю любовь, и Он есть моя жизнь, Он есть все. Я жертвую всю свою жизнь, все свои финансы, все начатки, что есть у меня для Господа, чтобы слава Его распространялась на всех и на каждого с огромной любовью. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что желаю, чтобы Царство Божие распространилось до края, как написано в Слове. Почему я жертвую? Потому что я хочу хоть как-то отблагодарить моего Господа за Его жертву, за Его огромную, бесценную жертву в мою жизни, за это спасение. Поэтому я хочу принести этот маленький вклад в свои финансы для Господа. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что этим самым я проявляю свое послушание Слову Божьему и верю в закон сения и жадвы. Примите участие в пасхальном приношении семя воскресения. Слава, слава Господу. Такие хорошие люди. Смотрю на них Алматы, вспоминаю. Да, да, да. Замечательные люди. Бог поднял их, призвал их, и каждый из них несет свое послушание. Вы знаете, какое благословение, что люди принимают участие в этом деле. У нас это уже традиция на Пасху приносить жертву благодарения и приносить Господу благодарения. Вы знаете, сейчас скоро в России и в бывшем Советском Союзе будет Восточная Пасха. Я думаю, что хорошее время, чтобы приготовить свои сердца и сделать вас шаг веры. И многие из вас уже сделали шаг веры и перечислили. Если сейчас будет список людей, я хотел особенно помолиться за этих людей, обещал молиться за тех, кто будет сеять семена особенно. И буду молиться и благословлять. Ты будешь молиться? Да? Тоже будет молиться. Мы будем молиться, благословлять. И этот список каждый день пополняется. Если вы не обнаружили себя в этом списке, пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы нашли ваше пожертвование, чтобы оно не потерялось. Поэтому, если вы себя в списке не увидели, но вы уже сделали это, пожалуйста, срочно свяжитесь с нами. Хорошо? Итак, давайте посмотрим. Итак, нам шертвуют разные люди. Благословенные из Туркменистана, Гильзихан, Наталья из Мизури, Надежда из Киева, Анна из Украины, Татьяна из Запорожья, Евгений из Кировограда, Татьяна из Железнодорожная, Алекс и Светлана из США, Андрей из Черкас, Светлана из Александрии. Елена из Сумы, Светлана из Киева, Олег из Мелитополя. Украина в основном, люди, только Украина. Сергей Алла из Киева, Светлана из Луганской области, Анна из Донецкой области, Нелли из Киева, Татьяна из Лондона. Татьяна, спасибо вам тоже. Марина из Германии, Алия из США, Лиля Роза из Италии, Светлана и Джанета из Великобритании. И спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за ваше участие, за вашу жертву. Пусть Бог благословит вас. Вы очень-очень ценные. Вы можете пройти на наш сайт GoFundMe. Сейчас я попрошу Андрея открыть там. Через этот сайт тоже можно пожертвовать. Или cnl.tv. Вот GoFundMe. Вот уже 647 мы видим, что там собрано. Пусть Бог благословит вас. Я очень-очень благодарен вам. Дайте, пожалуйста, ссылку на этот сайт, чтобы вы могли сейчас найти. Те, кто хочет найти. Вот GoFundMe.com. Слэш, вот такой диагональный, благо. Пожалуйста, пройдите туда и поддержите нас. И мы сразу же увидим, кто поддержал. Еще раз выведите наш сайт GoFundMe.com. Благо. Пусть Бог благословит. Благословит. Слово благо хорошее. Да. Что значит благо? Хорошо. Благо. Благословение. Благодарение. Благодать. Блаженство. Добрые слова сказаны. Когда мы говорим, благослови душа моя Господа, мы говорим, чтобы наша душа всегда говорила только добрая и восхищалась нашим Господом. И Господь благословляет нас. Он дает нам благо. Он дает нам добро. Дает свою любовь. И у нас уже время подходит к концу. Мы хотели помолиться. Помолиться. И мы благо дарны. И благословляем. И благодать да пребудет со всеми вами. И благость. Будьте благие. Хорошее слово. Вообще слово благо, это значит хорошее, наверное, да? Хорошее. Мы хотим помолиться. У нас остается буквально несколько минут до конца эфира. Как быстро эфир летит. Завтра мы встречаемся с вами в это же время. И будем опять говорить о Пасхе. Завтра у нас будет четверг. День, когда Иисуса арестовали. Правда? И потом будет Страстная Пятница. И будем вспоминать о Христе, о жертве, о том, что Он сделал. Пусть Бог благословит вас. Мы молимся, давай помолимся. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Молись, дорогая. Отец Небесный, во имя Иисуса. Господь, я молюсь сейчас за каждого человека. Молюсь за тех, кто пожертвовал это семя воскресенья. А также молюсь за всех зрителей, которые смотрят нас в прямом эфире. Кто нас смотрит через интернет вещание. Господь, я благодарю Тебя за Твоих прекрасных детей. За Твою любовь, Господь, которую Ты явил для каждого из них. Я благодарю Тебя, Господь, что Твоя любовь течет в их жизни, в их сердца. И Твоя любовь — это нескончаемый поток. Нескончаемый поток Твоей благодати. Господь, благодарю Тебя. Превозношу Твое святое имя. И прошу, Господь, в этой молитве согласия. Поддерживаю руки моих братьев и сестер. Где, Господь, они славят Тебя. Где они обращаются к Тебе, Господь. И какая нужда есть в каждой семье, в каждом доме, в каждом сердце. Господь, Ты видишь и знаешь, и не сокрыты от Тебя эти ситуации, эти жизни. Господь, изливай Твое благословение. Благословение Твое обогащает, печали не несет. Пусть, Господь, изливается Твоя милость. Изливается Твоя поддержка, мудрость, Господь. Решение всех каких-то вопросов, задных здоровья, самих печений, восстановлением семейных отношений, Господь. Благослови, благослови, пусть мир, устройство, порядок, любовь, радость. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого человека. И я говорю благословение над вами. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь. Да явит свою мышцу над вами, да исцелит все болезни. Я благословляю всех людей, которые принимают активное участие. Благословляю всех людей, которые активно участвуют в приношении Божьей. Благослови, да будет Твое благословение с ними во имя Иисуса Христа. Благословляю именем Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом своим. И помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. И все скажем Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Драгоценные, мы любим вас, благословляем. Спасибо вам за ваше участие. Еще раз, если вы хотите поддержать нас и вы можете это сделать, зайдите на наш сайт gofundme.com.br или на сайт senal.tv, черточка, партнер. И вы можете сделать любым образом приношение. И мы будем молиться и благословлять вас. Спасибо, что принимаете активное участие в пасхальной неделе. Вот у нас пасхальная неделя с 5-го числа по 12-е. Мы встретимся с вами опять в прямом эфире завтра. Сегодня с вами был Максим. И Лариса. И мы любим вас. Благословляем. У тебя есть 10 секунд, скажи что-нибудь. Благословения вам, дорогие. Это было 3 секунды. Укрепляйтесь Господом. Бог с вами. Бог с вами всегда, во всех ситуациях. Бог направляет и поддержит вас. Аминь. Держитесь за Господа. Дом веры, мы любим вас. Присоединяйтесь к нашей общине domvery.ru и будем вместе еще многие годы славить Иисуса Христа, поклоняться Ему. Да. Мы встречаемся здесь каждый день в эфире. Я здесь работаю, я живу в телевизоре. Каждый день в эфире в это же время, которое сейчас, хотя, может быть, вы в записи смотрите, но не сейчас, но каждый день в эфире, кроме субботы и понедельника. Хотя в эту субботу, наверное, мы тоже выйдем в эфир и будем вместе с вами. Благословит вас Господь. Всем пока. Любим вас, ценим. До завтра. До завтра. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok